Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа Зона Правды. Здесь мы обсуждаем наиболее интересные вопросы. Сегодня будет не совсем обычный эфир. Мы поговорим о довольно таком, ну, для города, новом таком направлении. Это ментальная арифметика. Я думаю, нашим гостям, сейчас я вам представлю, будет что показать и будет о чем рассказать в том числе. Вот поэтому мы сегодня рассчитываем на такой интересный эфир. Значит, первым делом я представлю наших гостей, сегодня. Это Исаева Мадина Бушаевна, руководитель школы ментальной арифметики ЮСИМАС и непосредственно, значит, студенты этой школы. Они все студенты третьего уровня. Это Али Мирзаева Асиат Сурхаевна, Казакова Юлдуз Мамашевна и Юнусова Амина Хабибовна. Я приветствую вас в нашей студии. Надеюсь, на конструктивный диалог. И вот, значит, какая у нас основная цель мероприятия, это поделиться вот такой, так сказать, хорошей новостью. Недавно, значит, школа ЮСИМАС участвовала в евразийском соревновании. Об этом, значит, расскажет Мадина подробнее. Значит, и установила мировой рекорд в евразийском чемпионате среди девочек по ментальной арифметике ЮСИМАС. Вот это девочки, непосредственно те, которые, значит, устанавливали этот рекорд. Поэтому мы хотели бы в первую очередь послушать, что за были соревнования, кто в них участвует и за счет чего, значит, удалось занять вот такую высокую позицию. Ну, начнем с того, что 19 сентября в Санкт-Петербурге на фоне второго евразийского женского форума состоялся чемпионат по ментальной арифметике ЮСИМАС среди девочек. Вот. В чемпионате принимало более 150 девочек из разных стран, в том числе и наши девочки из Хасавилта. То есть девочки из Хасавилта участвовали наряду с жителями других стран. Все вот это вот, все это было в Петербурге. Да. Чемпионат проходил в Санкт-Петербургском политехническом университете имени Петра Великого. Вот. Наши девочки установили мировой рекорд. Он состоял из двух этапов. Сначала за 8 минут визуально все решали примеры, 200 примеров на сложение, вычитание, умножение и деление. И второй этап состоял в виде эстафеты. Каждая решала по 10 примеров. В общем, в количестве девочки решили более 30 тысяч примеров. И тем самым это был поставлен мировой рекорд и как самая продолжительная математическая эстафета. Сколько примеров еще раз? Около 30 тысяч. То есть вот эти девочки решали за короткий период более 30 тысяч примеров? Да. И рекорд был установлен за 26 минут, 26 секунд. Все примеры решались в уме? Да, ментально. Ну, ментально. Ну, как вы это называете, ментально. Вот. А в течение каких дней проходил вообще чемпионат? Чемпионат проходил 19 сентября, а сам форум проходил несколько дней. И вот в рамках этого форума был организован наш чемпионат. Имеется в виду, кто были еще более такие, ну, имеется в виду, кто на пятки, как говорится, наступал на соревнованиях? Ну, очень, конечно, все у нас соперники были сильные. Это ребята с Казахстана, с Шри-Ланки, потому что у них ментальная арифметика. Это такой предмет, который они проходят еще с малых лет, обучаются в школе. А мы, как самые молодые представители, наша школа существует год, и уже за этот год мы достигли таких успехов. Ну, вот я поэтому и, собственно, как бы и удивился. Вроде бы это для нас еще такое новое направление. Не прошло, как говорится, и года, и такие успехи. Вот. Вы раз в школу упомянули, насколько это ментальная арифметика, это... Давайте так начнем по порядку, да? Что такое ментальная арифметика вообще? Это система навыков устного счета. То есть сначала дети учатся считать на абакусе. Абакус – это предмет, который в нашем детстве мы называли счетами. Да. А вот на первом уровне дети... Абакус – это абакус. О чем идет речь? На первом уровне дети... Как счеты, только вот здесь отдельно какая-то палочка еще стоит, которые нет на обычных счетах. Вот на первом уровне дети, у наших студентов бывает задействована сначала правая рука, и они выполняют простейшие примеры. Далее в ход включается левая рука, и уже когда включается левая рука, то есть у нас начинает работать правое полушарие головного мозга. Затем, ближе к концу второго уровня, дети представляют перед собой воображаемый абакус и виртуально передвигают косточки. Тем самым и развивается память, концентрация внимания, зрительная и слуховая память. То есть они, грубо говоря, вот этот предмет, они его как бы визуально себе представляют и уже на нем как бы работают? Ну, сначала очень долго, ну, первый уровень состоит из того, чтобы выполнять все действия именно на абакусе. Ну, проблема многих детей в том, что они приходят уже в возрасте 10 лет и хотят выполнить какие-то элементарные примеры в уме. Вот хочу сказать сразу, что таким образом они уже нарушают эту методику и дальше у них не получится какие-то сложные вычисления ментально выполнять. Поэтому нужно строго выполнять все действия на абакусе. Ну, то есть это какая-то определенная поэтапная методика, которая требует большой выдержки. И вот как вообще проходят занятия, да? Ну, грубо говоря, вот с чего, допустим, человек, который только что пришел, вот с чего ему, допустим, начинать? Я имею в виду в изучении, чтобы вот тут они сейчас с вами поделятся своими впечатлениями, да? Ну, нет, давайте мы все-таки сделаем так. Давайте у девочек у самих спросим как раз. Вот вы участвовали в соревнованиях. Вы участвовали до этого, я знаю, что вы участвовали в других соревнованиях. Расскажите, как вам вообще впечатление от участия в соревнованиях самих? Насколько было это сложно для вас? Ну, когда я только пришла в ментальную арифметику, я вообще представить не могла, то, что у меня будут такие соревнования, то, что я буду принимать участие в таких соревнованиях. И у меня, когда я заняла свое первое место, у меня был очень приятный, удивительный, очень шок у меня был. Я не смогла себе представить, то, что я смогу занять какие-то места. И когда я пришла на свои первые обширные соревнования, которые проходили в Грозном, я увидела столько там людей, что у меня было столько соперников, и я смогла занять там третье место. И я была очень-очень-очень рада тому, что я заняла там место. А потом я узнала то, что будут проходить соревнования в Питере, и, соответственно, я туда полетела, там проходил уже эфирский форум, и там был дружеский чемпионат, там не было мест, но нас всех занесут официально в 2019 году в Книгу рекордов Гиннеса. И, конечно же, у нас положительные эмоции, и мы очень рады, что мы приняли участие в таких соревнованиях по ментальной арифметике. Вот, скажи, вот когда вы туда летели, было какое-то предчувствие? Обязательно вернемся там с каким-нибудь там достижением? Да, мы очень хотели, мы думали, что мы займем, мы поставим этот рекорд, мировой рекорд, и очень хотели этого, и мы это сделали. Мы очень рады, мы не хотели возвращаться без мирового рекорда. Я возвращаюсь на любом случае. Но хорошо, что, как говорится, вы достигли, то есть изначально уже намерения какие-то были. Да. Ну, мы твои впечатления тоже послушаем. Ну, мне тоже очень понравилось в таком масштабном соревновании участвовать. Было очень интересно. Мы увидели наших соперников. Там были приезжие из разных стран. А вот в этой связи, вот это, наверное, вопрос будет ко всем, да? Чем-то методика вообще, ментальная арифметика, она универсальна по всему миру, или она по странам все равно как-то отличается? Ну, наша программа «ЮТИМАС» — это программа международного уровня. И эффективность доказана исследованием международных ученых. Сертифицированная программа. У нас преподаватели. Каждые три месяца к нам приезжает инструктор с Москвы, который обучает каждому новому уровню их и тестирует под предыдущим уровнем. Точно так же филиал в Москве, головной офис в Москве, обучается в главном офисе в Малайзии. И у нас сертификаты, то есть по каждому уровню, и дети получают сертификаты, и инструктора получают сертификаты. Вот за время существования, как я понимаю, это уже как бы не первые соревнования, как удалось за такой короткий период, я скажу так, громко о себе заявить, за счет чего имеется в виду? Ну, благодаря, конечно, нашей уникальной методике, во-первых, во-вторых, нашим старательным инструкторам, и, конечно, спасибо родителям, которые не сдаются. Очень многие дети, которые пришли, уже сдались, как можно так сказать, потому что требуют это усилие, выполнение домашнего задания. А девочки молодцы, постарались, и очень многие ребята у нас, которые стали призерами по Северо-Кавказскому чемпионату в городе Грозном. Все-таки девочки более старательны в этом плане. Ну, нельзя так сказать, но просто я думаю, что они покажут себя еще, мальчишки тоже, в Москве, на всероссийских соревнованиях, которые пройдут в феврале 2019 года, и сейчас усиленно готовимся к ним. То есть, я как понимаю, вот школа взяла курс на не только обучение, но и на демонстрацию полученных навыков путем участия в таких соревнованиях. Когда мне сказали про соревнования, которые будут проходить в Питере, я очень обрадовалась, потому что я вообще хотела попасть в Питер, а тут на соревнования еще плюс. И я, ну, пошла быстренько, сообщила об этом своим родителям, и они, ну, начали мне говорить, если ты будешь там это делать, то делать, то мы тебя, конечно же, отправим. И я делала все, чтобы попасть в Питер, чтобы заслужить эту поездку. И когда я уже была в самолете, я даже, у меня вообще, я не могла подставить, потому что вот сейчас, через час, через два, я буду в Питере, потом через день, через два, я буду там на соревнованиях. Когда мне об этом сообщили, я даже представить не могла. Я только поверила об этом, когда я уже была в самом Питере. Конечно же, когда мне об этом сообщили, я была безумно рада. Это было первое поездка в Питер Бург. Это было первое поездка в Питер Бург. Чтобы больше всего запомнилось. Питер Бург. Что больше всего запомнилось. Сейчас, мы гуляли в парках. В Питер Бург. Сам. Сама экскурсия по Питер Бургу, да? Да. Там очень красиво на самом деле. Сами, сам город, он очень красивый. И эти здания, как один из каждых зданий, каждое здание, как дворец. Если, если на соревнованиях, если по соревнованиям имеется в виду, из вот-вот идет соревнования, у вас идет какой-то волнительный момент, допустим, или вот... Конечно, волнительный момент был во время рекорда, когда тебе передают этот карандаш, это должна отрешить. Это зависит... И, конечно, там очень много детей было, но именно от каждого человека это, конечно, зависит. Было волнительно, сможет и быстро сделать за несколько секунд, или это нет. А вот у вас, насколько я понимаю, команда, да, это все? Команда это все была. Вот было чувство ответственности? Сейчас вот девочки столько старались, вот лишь бы я не подвела. Да, конечно. Ну и... Как? Ну, конечно, была ваша ответственность, ответственность, чтобы не подвести других, чтобы мы все... Ну, получение сертификата, в принципе, подтверждает, что вы справились хорошо. Вот я хотел, в связи со всем, что выше сказано было, хотел спросить, вот насколько вообще влияет положительно по отношению к учебе в средней школе, обучение в ментальной архитметике вообще? Ну, можете спросить даже у самих девочек, как повысились их успехи в школе. Память. В первую очередь развивается память. Они начинают быстрее запоминать изученный материал. Можно сказать, могут на перемене какой-то стих выучить или параграф. Вот. Зрительная, слуховая память. То есть это дополнительно и развивает... Да, конечно. И это же, конечно, в первую очередь, также эта арифметика помогает у нас в математике. Пока, как в наше время мы решали в столбик, уже это они могут все ментально решить намного быстрее, сэкономить время и на экзамене, и на олимпиадах, на контрольных. А вот в плане занятий именно математикой, алгеброй, да? Да, если там бывают какие-то примеры, которые нужно решить, допустим, контрольные там же, каждая минута важна, и пока ты решаешь столбик, это долго, ты можешь быстро ментально это все решить, и, соответственно, это и правильно, и быстро. А вот обязательно во время ментальной аритмии, я вот, как ты сказал уже, вы представляете, значит, себе вот эти вот абакусы. Обязательно руками крутите вы? Ну, мы начальника начали учиться, мы сразу же нам сказали, что мы будем руками делать. Есть дети уже более высшего уровня, которые они могут не руками не дыгать, а вот так руки держать и решать. На соревнованиях, вот мы были в Питере, была эта девочка, она на нее тоже внимание смотрела, она вот так держала руки, решала и сразу писала. И вот так, а мы все делали руками. То есть они развиваются, грубо говоря, от уровня до уровня, да? Конечно, со временем они уже даже не будут применять руки просто глазами. Да, прям этот, в окружении индиго. А вот вижу многочисленные здесь окупки. Все, вы тоже пришли не с пустыми руками, наверное, как-то расскажете, да? Это что, за что, как. Да, ну, у нас проходили первые наши соревнования, это, конечно, соревнования внутри школы, где мы определяли лидеров. Это было перед соревнованиями в Грозном. Вот, многие дети проявили себя, было много слез, радости. И вот уже, когда мы поехали на Северо-Кавказский чемпионат в Грозном, участвовалось 20 студентов, 17 из них взяли призовые места. И самая наша юная студентка, ей было 5 лет, по уровню, ну, по своему уровню, она заняла второе место. Ну, это довольно уже такие серьезные. И, как я говорила, по каждому уровню выдается, по прохождению каждого уровня выдается сертификат. Это сертификат мирового уровня, международного. И в соревнованиях также выдается диплом об участии и грамота, кубки, медали. Я могу вам показать свой сертификат за окончание второго уровня. Раз, можете, надо показывать, значит. Сертификат за окончание. Это где было? Это второй уровень. Это у нас выдается в школе. Вот вы можете увидеть, что... Ну, в общем, в общем говоря, каждое обучение, вот это подтверждающий документ. Да, конечно. У нас проходит тестирование. Результаты тестирования мы отправляем в Москву. И после этого уже нам высылают сертификат. А, то есть результаты тестирования тоже, как бы, они проверяются? Конечно, да. Если студент не готов, мы не допускаем зачету к тесту, все очень строго. И вот сертификат в Петербурге выдали всем участникам сертификат, что их имена будут занесены в Книгу рекордов, в Мировую Книгу рекордов и Азиатскую Книгу рекордов. Ну, есть повод гордиться, как говорится, да? Да. Вот еще раз, если можно, вот эти вот... Конечно. ...апакусы, да, вы сказали? Вот. Кто это продемонстрирует, как, допустим, на них можно вести счет? Я, допустим, я так скажу, человек, который в детстве видел обычный счет и больше ничего не видел. Вот. Калькуляторы появились намного позже. И я мало представляю себе, как вообще можно дать считать. На самом деле, это очень легко. Ну-ка. То есть, вот это вот чистка. Вот видите, все грязно, чтобы все было хорошо. Давай, наверное, покажем людям. Людям покажем. Но это невозможно так вот тоже держать. Как невозможно, я буду держать, давайте еще. Вот. Вот так, вот так, вот так. Нет, вот так, вот так. Да, просто, смотрите, они видите, они должны... А, все, понял, 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 понял. Они должны в таком состоянии держать. Можете вот так держать, а я, чтобы зрители тоже... А их лучше надо двигать, да? Когда все нижние косточки внизу, а верхние косточки наверху, на абакусе ноль. Да, смотрите, вот это вот центр. Центральная спица. Да. Но это же не секрет ничего же, да? Нет, нет, конечно. Вот это вот пять, вот это вот пятьдесятый, дальше идут тысячные, сотни и так далее. Я вам покажу вот тут. Это единичка, это двойка, это уже два получается, тройка, четверка. Если прибавить вот эту пятерку, это всегда пять. Это получается девятка, да. Это уже единицы, если прибавить 10, 19, 29, 39 и 49. И, допустим, прибавляем десятку, получается 99. Все, все, все. Мне будет тяжело обработать информацию. Так, понял. Вот давайте мы с вами как-то посмотрим. Сначала попробуем в уме решить лекарство примера, да? А потом уже на непосредственно вот этом вот абакусе. Вот, давайте так, с простого начнем, да? У нас, давайте посмотрим. 48 плюс 56 плюс 22 минус 71 плюс 84 25. Ответ? 164. 164. Правильно. Как вы это делаете? Я, честно говоря, сейчас, я не знаю, давайте еще один все-таки. Вот здесь, кстати, огромное количество примеров. Ну, это, видимо, ваша учебница. Да, да, мы дают книжку, мы должны решать. Вот, давайте попробуем еще один. 11 плюс 15 плюс 15, 22, 74, 89, 10. 15, 21. Правильно? Ну, давайте чуть посложнее, наверное, вот с этими абакусами. Ну, на абакусах посмотрим, правильно? Давайте, чтобы мы будем с вами маленький пример, вот, побольше что-нибудь возьмем. Да. Вот. 654 минус 237 плюс 525. 942. 454. Нет, для меня это, трудно воспринять эти вещи. Вот. И, ну, на самом деле, честно, радует это, безумно радует это все, безумно интересно это все. Давайте теперь, где этому научиться? И, вот, допустим, сколько времени должно пройти, чтобы вот так вот делать и изучать такие, примеры такие. Ну, скажем, что наш центр ЮСИМАС, это единственный в городе центр. Находимся мы по адресу Южная, дом 2. У нас программа состоит из 10 уровней, 7 основных и 3 продвинутых. На каждый уровень уходит в среднем 3-3,5 месяца. Ну, здесь зависит все от ребенка, от посещения занятий, выполнения домашнего задания, индивидуально, в общем, все. То есть, каждому индивидуальный подход? Да. А возраст? А возраст от 6 до 14 лет. Именно в это время мозг наиболее пластичен и воспринимает всю информацию. То есть, старшие уже негодные? Годные, но им будет сложнее все это изучать. Ну, от 6 до 14 лет, да? Вот, ну, 10 уровней в среднем по 3 месяца, это 30 месяцев, 3 года начали рассчитывать на 3 года, но после прохождения 7 уровней по нашей методике навык остается на всю жизнь. Ну, это, как Вы сказали, и память-то, в принципе, тренирует, грубо говоря, допустим, когда человек разговаривает с ним, они могут потом досконально пересказать все, что говорил. Вот, а на сколько, ну, как часто проводятся занятия, сколько времени проводятся, потом проводятся ли, допустим, занятия дома, насколько это важно? Занятия у нас поход 1 раз в неделю и длится 2 часа. Но многие спрашивают, не много ли там 2 часа для 8 леток, например, и 8 леток. Мы делаем небольшие перерывы, и ребенок может усидеть эти 2 часа и затем задается домашнее задание и нужно его распределить так, чтобы до следующего урока выполнить, то есть не все за один день или, как обычно делают дети, завтра урок, сегодня вечером выполнение все. То есть каждый день ежедневной тренировки дома по 15-20 минут. Вот тогда будет на самом деле результат. Ну, главное, как говорится, старание. Да. Я понимаю. Вот, а сколько могут обучаться, допустим, детей одновременно? Ну, у нас в группах не более 6 человек. Не более 6? Нет. А, то есть вы их распределяете по группе? Конечно, по возрастам. По возрастам? По возрастам. По количеству, да? Да. А сколько это важно? Месяц, что вот так вот, 6, 6 там, допустим, человек? Ну, потому что нужно за каждым следить. Как я говорила, они могут сказать, что они решили элементарно, а на самом деле они высососочетают в уме, там 1 плюс 2, плюс 3, и будет упущен тот момент, когда уже нужно будет сделать какие-то выводы. Поэтому нужно, чтобы за каждым уследить, мы стараемся не набирать большого количества, и возраста тоже очень важны, потому что, то есть, ребенок 7 лет и ребенок 10 лет, конечно, будет отличаться, он 10 лет, он будет быстрее это все делать, и скорость очень важна, здесь очень важна скорость, но мы стараемся это развивать, потому что на соревнованиях очень большая скорость. Ну, на самом деле, на самом деле, это очень все интересно, все очень здорово, но, допустим, вот если какой основная, какая, допустим, основная причина должна быть у родителя, допустим, чтобы он решил отдать своего ребенка в школу медальной архитики? Ну, потому что в сегодняшнем мире это очень тяжелая программа образования, и нужно успеть за этим всем едины государственные экзамены, как вы знаете, это все помогает если обучаться ментальной арифметике и в университетах и развивает не только все это в плюс и развивает не только такие качества, да, как именно ментальный счет памяти, творческое мышление, то есть у ребенка могут проявиться какие-то способности, художественные способности. ментальный счет ментальный счет что могу сказать, это на самом деле здорово, здорово, что есть в городе такое место, где можно вот этому всему прекрасному научиться, можно не только научиться, что немаловажно, показать свое, значит, умение, значит, его продемонстрировать, доказать, и это все на самом деле в конечном итоге положительно сказывается на подрастающем поколении. Вот, поэтому я искренне благодарю вас за то, что мы с вами провели вот это время, это тот момент, когда ты можешь быть действительно приятно удивлен, и мы надеемся, что мы с вами будем встречаться с каждой новой победой, на которой мы будем с удовольствием, как говорится, уже вместе с городом делиться. Вот, еще раз, значит, если родители захотят отдать ребенка, куда надо будет уйти? Южный, дом 2, Юсимас. Вот, хорошо, спасибо, спасибо всем огромное, спасибо, уважаемые телезрители, вам, что, значит, были с нами все это время. Мы с вами встретимся уже завтра, завтра в это же время, в 18.30 мы с вами встретимся, для того, чтобы обсудить конкурс управленцев, который объявлен у нас в муниципалитете, где каждый, как говорится, может себя проявить и принять в нем участие, по итогам которого может вполне рассчитывать на место в работе в муниципалитете, в администрации муниципалитета. Поэтому, как говорится, до встречи, до завтра и оставайтесь с нами. До свидания.